Приветствую любителей турбореактивной тяги и профессионалов тоже приветствую. Итак, на чем же мы остановились с запусками этого двигателя? Отказался он у нас, друзья, работать в автомате. Не хочет запускаться. Запускал я его лишь по-колхозному, в наглую, без работы вот этого основного насоса. Чуть в яму сейчас не ушел. Итак, что же я придумал? Есть у меня одна теория, которую надо проверить. Сделал вот такую штуку, друзья, которая, надеюсь, нам поможет. Значит смотрите, это очень простая вещь. Настраиваемый редукционный клапан, как он выглядит. Вот такая железка есть с пружиной, она сквозная с отверстием. Внутри шарик керамический, он там упирается в конус. Ну короче говоря, это сам клапан, а настраивается он с помощью поджима вот этой металлической части. Здесь у меня встроен клапан шрёдера, с помощью которого за счет подключения к нему шланга с манометром мы будем контролировать и настраивать давление. Ну а это два штуцера для врезки в линию. Врезать буду вот в этот насос на выходной шланг. Сброс лишнего топлива будет осуществляться вбок и мы сможем откалибровать с помощью манометров давление и подать четко то, что надо. Ему нужно подавать одну атмосферу на вход. До этого я просто так подключал. Было слишком большое давление. Ну а насос малого давления, который находится в этой бочке, по ходу просто вообще никак не справляется. Чисто в лайт режиме он работает. Видимо пружины в автомате топливоподачи просто не дают выйти ему в режим начать порядочно работать. Он просто работает на пусковом давлении еле-еле. Но это только половина задуманного на сегодня. Если не сработает моя приблуда, мое вот это вот супер изобретение, тогда мы будем снимать основной плунжерный насос и исследовать его. Конструкция должна быть высококачественная и очень интересная. Так что, дядя, ты пожалуйста запустись, иначе будем разбирать тебя и перестраивать по-своему. Нас такое положение дел не устраивает, когда ты не запускаешься. Ты понял меня, нет, ты понял? Показываю, как работает. Вот трубопровод, который мы будем подключаться к двигателю. Я его затыкаю. Здесь у меня манометр и накручиваю обороты насоса. Вот уже пошло давление. Обратка работает. Пол атмосферы, 1 атмосфера. На 68 процентах 1 атмосфера. На 100 процентах 1,5 атмосферы. Есть некая нелинейность, но в целом всё работает. Всё, манометр можно отсоединять, он нам больше не нужен. Там есть ниппель, стравливать ничего не будет. Можно пользоваться. Немного помучился здесь, покрутил, повертел регулировочные винты. Честно говоря, даже не знаю, что я делал. Но, по-моему, вот этот центральный, который идёт прямо на плунжерный насос, он очень сильно влияет. Потому что если он в том положении, развернутый на 360 градусов, если перекрутить, то оно не работает, отсекает. А вот в этом положении... В принципе, сейчас покажу вам, друзья. Вы скажете, работает это или не работает. Потому что он может в самый неожиданный момент отрубиться. И то, что я вам тут рассказывал, всё насмарку пойдёт. Вот. А так смотрите, как оно теперь. Старые добрые времена начались. Спасибо за субтитры Алексею Дубровского tournament. Ясно- commitments. Быстрее police strangл gy furious 200 д Because you will be used using a rocket, который не Liam днём Generally turns, 那 Дуброва в怖оте! Цепらい Барусь. Пр ballot. Немного lapse-friendly. Продолжение следует... Вот, видели, ребята, все прекрасно работало, пока я не пошевелил этот регулировочный винт и все отрубилось. Вот, а так, в принципе, неплохо. Даже вот, можно сказать, экономично работает. Работало-работало. Ну, может, литра полтора сейчас скушала. Это для него немного, поверьте. И теперь, когда он работает в автомате, в чем же вся соль, он будет поддавать мощность, если ему сопротивляться на валу. То есть если ставить какой-то генератор, подключать какую-то нагрузку, он эту самую мощность будет поднаваливать, когда нагрузка будет идти, когда будет попытка снимать крутящий момент свала. Ну, опять же, это надо уже будет пробовать на каком-то действующем экземпляре. Ну, а так, что хотел я добился. Добился автоматического запуска. То есть само запускается и само работает в автомате. Возможно, надо еще как-то что-то здесь подрегулировать, потому что видели, начинаю тот винт крутить и оно отрубается. Ну, а так, в целом, все неплохо. По крайней мере, добился. Добился, что хотел. Ладно, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Мы еще будем работать над этим двигателем. Ну, а еще может быть сам вот этот насос. Он недостаточно производительный. Когда я до 85% сбрасываю, движок также начинает гудеть как-то странно и пытается заглохнуть. Но не заглохшивается, когда я обратно возвращаю на сто процентов работу шим-регулятора. Кстати, что характерно, этот автомобильный насос, как вы можете заметить, спокойно от 25 вольт работает. То есть не 12, а в два раза большее напряжение. Все прекрасно работает. Вот так-то. Ладно, все теперь точно всем пока. Блин, вообще офигенный движок. Ни вибраций никаких, ничего. Ровно, хорошо работает. Правда, вот с моей настройкой до 100 процентов обороты не доходят. Да ну и ладно, ничего страшного. Главное, чтобы он реагировал на нагрузку. Все шансы на это есть, потому что, как вы видите, уже работает от своего насоса. А это главное. Тихо. Так, ну что ж, можно и попробовать, как оно пойдет, не пойдет. Все подключено. Все идет. На, будешь снимать, дядька, я тебе доверяю. А вдруг запустится? А вдруг запустится? А? Поехали! Я сам не ожидал, что так будет. Вроде бы он пошел, просто он начал все измерно набирать обороты, я его резко потушил. Ну как? Ты отложил? Да, я отложил. Она как будто бы не загорелась. Я отложил. 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 Я отложил.